Год назад братья-близнецы из Маргаушского района Артём и Антон Барановы должны были пойти служить в Кремлёвский полк. Но в силу обстоятельств не получилось. Воинский долг они выполняли в Севастополе и недавно вернулись домой. С ними встретилась наша съёмочная группа. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Про таких, как Артём и Антон Барановы, пела популярная в 90-х группа комбинация. Позади год службы в морской пехоте, впереди учёба в Чувашской сельскохозяйственной академии и все радости молодой жизни на гражданке. Расстраивались, что не попали в Кремлёвский полк молодые люди недолго. Спортивное прошлое, они занимались лыжными гонками, и здоровье позволило стать морскими пехотинцами. К тому же во флоте в Севастополе в своё время служили их дед и отец. Из армии братья привезли нагрудные знаки за дальний поход, воин-спортсмен, запрыжок с парашютом и, самое ценное, копию знамени 810-й отдельной бригады морской пехоты. Когда службы проходили, у нас появилось много друзей очень по всей России. Это с Ростова, с Москвы, с Чеблоксар тоже есть, с Севастополя. Вот наши друзья оставили нам пожелания на флаге. Антон и Артём смогли попасть в десантно-штурмовую роту и затем на 4 месяца в служебную командировку в Турцию на границу с Сирией. И это стало испытанием уже для их родителей. Сначала, конечно, мы переживали, что попали в Севастополь, потому что как раз поменялся Россия и Украина. Встретили мы их, год прошёл, и они жив-здорово вернулись домой. Кроме Артёма и Антона в семье ещё трое детей – девочки. Но когда появятся внуки, родители решили, уже по традиции будут готовить к службе на флоте. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика.